МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голосов принял пока еще документ, который находится на рассмотрении, но, тем не менее, он сполошил общественности. Яна Тома у себя на Фейсбуке тоже написала, что на самом деле теперь обычный пользователь интернета будет очень сильно ограничен в своих возможностях и в своем желании, так сказать, делиться ссылками, ставить фотографии, делать панорамные снимки и много-много еще чего. Как вы оцениваете это постановление? Да, действительно, это постановление, которое будет ограничивать, но в то же время нужно учесть, что постановление данной директивы связано с тем, чтобы защитить права авторов. Да, конечно, для пользователя могут быть созданы определенные неудобства, но мы пока не будем их обсуждать, потому что это должно иметь уже практическое отражение. Но пользователь должен будет внимательно относиться к тому, что он сам публикует, к тому, на каких сайтах он использует какую-то информацию. И в то же время нужно учитывать, что и пользователь будет, с другой стороны, защищен от того, чтобы не заниматься прочтением какой-либо, например, пиратской копии чего-либо, какой-то информацией, которая недостоверна, читать произведение, например, которое является произведением пиратского характера или, скажем так, произведением, которое искажает ту или иную ситуацию. Простому человеку нарушить правила, наверное, будет не так-то просто, потому что вводится так называемая премодерация, то есть предварительный мониторинг той информации, что загружается в сеть на предмет нарушения авторских прав. Ну, по крайней мере, так предполагает та идея, которая сейчас вызрела в стенах европейских учреждений в Брюсселе и Страсбурге. Абсолютно верно. И, соответственно, пользователь будет осуществлять свои права, то есть будет пользоваться интернетом, но большая ответственность будет возложена на собственников, держателей сайта, на модераторов. Что для них добавится? Что добавится в их обязанности? Они будут платить, скажем, какому-то изданию за то, чтобы пользователь мог поделиться ссылкой, скажем, с этого новостного портала. Условно говоря, Фейсбук будет платить сайту ЕРР, ну, хотя ЕРР – это не коммерческая структура, возьмем Дельфи. Фейсбук будет платить Дельфи за то, чтобы пользователь Фейсбука Елена Соломина смогла поделиться ссылкой на статью Дельфи, так? Да, должны будут заключены определенные соглашения, на основании которых держатели сайта, собственники сайта, модераторы будут осуществлять свои права, конечно. А если такого соглашения нет, но я хочу поделиться, я не смогу просто этого сделать? Значит, для широкого круга пользователей и людей, которые желают этим воспользоваться, также будут установлены определенные условия, когда можно будет напрямую обратиться к держателю сайта или модератору. Ну вот с фотографиями очень интересно получается, на фотографиях, которые ты сделал сам, и вроде бы это твое авторское право, потому что это твоя личная фотография, не может находиться другой объект, защищенный авторским правом. Например, захотим мы сфотографироваться на фоне Тартусского университета, да, он построен уже очень давно, и там авторские права уже не распространяются на это, но, например, уникальная рождественская подсветка Тартусского университета или подсветка той же самой Эйфелевой башни – это то, что защищено авторским правом. Значит, мы не можем просто так сфотографироваться и выложить эту фотографию в Инстаграм? Нет, вот здесь нужно внести определенные корректировки. Я понимаю возмущение, скажем так, пользователей, и действительно можно сделать такой вывод, но это поспешный вывод. Здесь нужно учитывать, что фотографии, которые люди делают в местах публичного посещения, то есть так называемые общественные публичные места, вы можете делать фотографии, можете копировать эти места, вы знаете, художники сидят в известных исторических местах с видами и делают уже свои зарисовки, то, пожалуйста, это разрешено. И я хочу подчеркнуть, что закон об авторском праве Эстонии предусматривает возможность фотографирования, копирования тех объектов, которые находятся в местах публичного пользования. В том числе для коммерческого использования? Нет, вот здесь подчеркиваю, для личных целей. То есть цели не носят коммерческого характера. Подождите, получается, если я журналист и пишу статью о Париже, и сфотографировал Эйфлю Башню для того, чтобы эту статью проиллюстрировать данной фотографией, то я уже нарушаю авторские права? Нет, если мы говорим о информации, которая необходима, как вы говорите, для публикования статьи, вы делаете фотографию, ну, известную, да, если Париж, то, конечно, Эйфелева башня, то здесь вы не платите. Но если я, например, сфотографировал и размножил открытки и начал их продавать, то я плачу? Абсолютно верно, потому что здесь мы говорим о прямой коммерческой цели. А поясните касательно запрета на панорамную съемку. Только пользователи научились пользоваться смартфонами, чтобы сделать эти панорамные съемки. И то не все, я не умею. И получается, что панорамную съемку делать нельзя? Дело не в том, что ее делать нельзя. Вопрос в том, как вы будете ее использовать. Если вы сделали, будучи в каком-то прекрасном месте, сделали панорамную съемку и показываете ее к своему кругу, там, друзей, знакомых, родственников, пожалуйста. Но если вы решили воспользоваться какой-либо панорамной съемкой в каких-то рекламных, коммерческих целях, то здесь, конечно, возникнет... И выкладываете это в интернет, возможно, на свой Инстаграм, может быть, на свой сайт, может быть, на сайт своей компании, то здесь могут возникнуть вопросы, связанные с защитой авторских прав. В Инстаграм и в Фейсбук я не могу это выложить. Вопрос коммерческой цели. Может быть, вы посредством своего Инстаграма, посредством своей страницы в Фейсбуке занимаетесь рекламой? Да, может быть, ты деньги там зарабатываешь. То есть, для того, чтобы привлечь клиентов и занимаетесь посредством коммерческой деятельности. Сложная история, да. Покомментируйте последнюю вот эту громкую историю с копией целующихся студентов в Тарту. С двумя копиями даже. Это вот новость на портале ЕРР, да. Такая скульптура установлена в Санкт-Петербургском районе Кудрова. Такие же статуи есть еще в нескольких российских городах, в том числе, например, в Крымской Феодосии. То есть, точная копия целующихся студентов. Нарушение авторских прав. Да, если мы говорим о том, что это точная копия с изображением вот всего так, как это сделано изначально автором этой скульптуры, то да, мы имеем дело с нарушением авторских прав. А что может сделать автор скульптуры? Может ли он каким-то образом воздействовать на нарушителей, которые находятся вообще в... Я понимаю, в другом государстве. Сейчас они собираются судиться вроде, но я так понимаю, что питерские юристы себя очень спокойно чувствуют в этой ситуации. Ну, здесь нужно отметить, конечно, что наш закон, именно эстонский закон об авторском праве, определяя, что является, во-первых, произведением, относит сюда произведение скульптуры. И также нужно подчеркнуть, что мы члены организации, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Российская Федерация тоже член данной организации. И, соответственно, Бернская конвенция об охране авторских прав имеет такое же прямое отношение как к Эстонии, так и к Российской Федерации. То есть Российская Федерация четко также отслеживает нарушения авторских прав. Если будет установлено, что это именно четкая копия, понимаете, потому что... То есть если там не зенец изображен, например, у одного... Это будут определять эксперты. Насколько, скажем так, отклонение от оригинала является созданием нового произведения? В общем, два юриста, три мнения, и длинный судебный процесс предстоит, если он будет. Или это действительно прямая копия, которая не могла бы быть воспроизведена без согласия автора и выплаты ему вознаграждения. Спасибо вам большое. Татьяна Калин была у нас в гостях сегодня. Юрист, которая, как мы надеемся, внесла некоторую ясность в те новости, что появлялись относительно авторских прав за последнее время.